Мусор повсюду. Общероссийский народный фронт организовал проект «Интерактивная карта свалок». Теперь неравнодушные жители могут отмечать загрязненные участки, а активисты будут следить за их устранением. Проект начал действовать совсем недавно. На карте Бурятии уже порядка 30 отметок. Активисты фронта устроили показательный рейд по четырем таким заявкам, расположенным прямо в центре города. Ну вот типичный пример. Вроде бы свалочка небольшая, мусора немного, но на самом деле, во-первых, глубина колодца не менее метра. А во-вторых, вот с такого вот безобразия все и начинается на самом деле. То есть потому что, ну, если мы посмотрим вокруг, здесь нет ни одной мусорки, ни одной урны, которой можно было сваливать мусор. Поэтому люди просто-напросто кидают, где попало. Принцип работы простой. Поступает заявка, активисты ее проверяют, находят виновных и отправляют им запрос. А те, в свою очередь, ликвидируют свалку. В некоторых случаях мусор убирают и сами активисты. Но колодец – это еще цветочки. Следующий пункт рейда куда грязнее. Мусорные залежи длиной почти в 100 метров уже долгое время находятся под проезжей частью, прямо возле поклонного креста. Это, по всей видимости, пищевые отходы сбрасывают жители ближайших районов, ближайших домов. Может быть, это даже санкционировано кем-то было однажды гражданами. Мы надеемся, что органы местного соправления быстро отреагируют, так же, как и в предыдущей точке, и уже будет ликвидирована эта свалка и найдено место для размещения этих отходов. Третьим пунктом оказалась наша пресловутая набережная. Берега Уды на карте пополнились сразу четырьмя отметками. И это не просто горы мусора, а настоящее кладбище, забытого всеми асфальта. Битые бетонные блоки, бордюры, щебень и другие строительные отходы лежат здесь уже давно. Такие сбросы опасны и вредны, потому что весь этот промышленный мусор в итоге попадает в Байкал. Возможно, это делалось, может быть, с благими намерениями берега укрепления реки Уда и все остальное прочее. Но, тем не менее, ситуация плачевная и понятно, что так продолжаться не может. Тем более, что полигона для размещения промышленных отходов здесь явно нет. У нас в республике Бурятия вообще нет, но это же отдельная тема для разговорок. Финальной точкой рейда стала большая свалка на пересечении улиц Шмидта и Смолина. Здесь, в историческом центре города, расположилась прекрасная выставка из старых вещей, коробок, мусорных пакетов и огромного количества пивных бутылок. Новые метки на карте появляются ежедневно. Сколько еще красных пятен появится, когда неравнодушные горожане отметят на ней все свалки нашего региона? Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ.